Здравствуйте! В эфире программа «Коротко о Вечном». С вами журналист Евгений Павлович�� и протеерей Сергий Муратов. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, Евгения! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Отец Сергий, давайте продолжим нашу давнюю уже традицию чтения евангелий, посвященных воскресному дню. И сегодня, в это воскресенье, выпадает Евангелие удивительное. Вы сейчас опять скажете, что Евангелие все удивительное, но все-таки этот отрывок, он особенно проникновенный. Давайте сначала мы прочитаем этот фрагмент Евангелия от Матфея, раз уж так вы заинтриговали наших телезрителей. Во время Иоанна понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак», и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это Я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем Ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали, «Истина Ты, Сын Божий!» Удивительно, батюшка, такая концентрация смыслов. Вот мы уже не первый раз читаем этот отрывок, и кажется, все равно невозможно раскрыть все эти смыслы. Но в течение нашей кратковременной передачи, конечно же, мы не сможем это сделать, но на некоторых моментах мы постараемся сделать акценты, чтобы, оперевшись на них, наши телезрители могли, может быть, самостоятельно открыть еще раз эти страницы Евангелия, и, прочитав их, прибегнуть к толкованию святых отцов, которые очень подробно и вдумчиво и богодухновенно также раскрывают всю глубину происшедшего на море. Причем каждый вносит в раскрытие смысл этого отрывка, что это свое границы. Да, расширяет какие-то определенные границы, потому что то, что случилось на море, это Господь, опять же, обучает своих апостолов, своих учеников. Вот видно его педагогика, он понудил, вот как пишет сам евангелист, обратите внимание, хотя мы читаем перевод, но все равно даже через русские слова мы можем понять более глубокий смысл действий, понудил, то есть заставил. Они, может быть, не хотели, они хотели с ним остаться, но отправил их в море специально. Для чего? Во-первых, ему нужно было самому остаться наедине. Для чего? И мы читаем для молитвы. И вот, дорогие мои, давайте вот задумаемся, кто для нас и вообще по сути Иисус Христос? Иисус Христос, Бог. Безусловно. Молиться Ему зачем? Да, это вопрос очень непростой, он часто возникает. И возникнет обязательно, и мы на него отвечаем, потому что Иисус Христос и Бог, и человек, вот Его человечество и требует этой молитвы, оно не может без молитвы. И нужно уединение для молитвы. Хотя мы в других местах видим, что Иисус Христос ходит и на общественное богослужение, в храм. И вот здесь это человечество, Иисус Христа, подчеркивается в самом начале этой истории. Он уединяется для молитвы. И молится он достаточно долго, потому что уже наступает ночь. И ночью он устремляется к своим ученикам. Они уже на середине моря Галилейского. Оно большое. Я когда был там, я специально, так сказать, на его размеры современные обратил внимание. Тогда оно было еще больше. И то, что там буря происходит, ничего удивительного. Водное пространство позволяет разгуляться в ветерку. И он идет по водам. Представьте себе образно картину человек, идущий по водам. Конечно, это сверхъестественно. Наверное, это должно шокировать было. Что и произошло с учениками. И они-то себя, в общем-то, считают людьми здорового рассудка и видят идущего по воде Иисуса Христа. Они совершенно, как бы, естественно для себя испытывают некий страх. Не дух ли это какой-либо, да? Не призрак ли. Не призрак ли, который принял образ Иисуса Христа. Они сомневаются в этом. И испытывают страх. И что им говорит Иисус, когда подходит? Не бойтесь, это я? Не бойтесь. Вот это слово, не бойтесь, точнее два слова, не бойтесь, оно очень часто звучит на страницах Благой Вести. Не бойтесь. Для нас, читающих сегодня эти страницы, это тоже нужно себе отметить, акцент сделать. Потому что страх всегда парализует людей. Наверное, вот эта боязливость, это вообще порог нашего времени, боязливость от маловерия, какая-то всё время вера с оглядкой. Конечно. А ведь это мешает именно вере. Вспомните, мы неоднократно эти истории в Евангельске читали и говорили, что испытывал человек, желающий исцеления. Возьмем, например, кровоточащую женщину. Она переступала закон, она переступала страх, она проявляла некое дерзновение. И Господь говорил, сердце, червь, вера твоя спасла. Она поборола страх. То есть она делала то, что нельзя. Она не должна была прикасаться, находясь в нечистоте, к мужчине. Да, или прокажённые, которые имели запрет вообще приближаться к здоровым людям. А они же тоже хотели исцелиться, и они входили в это пространство здоровых людей. Они тоже нарушали закон. А по законам того времени, за нарушение закона можно было поплатиться головой, камнями забить на смерть могли человека. И вот Господь и нам говорит, не бойтесь. Это Я. То есть и нам с вами в нашей жизни всегда нужно себя и Бога идентифицировать. И Господь нам всё даёт для этого. Только нам нужно побороть свой страх. – В этом проявляется какое-то... Что Бог открывает себя здесь как родственник, чего не было в Ветхом Завете. – Конечно. – Как очень близкий. – Конечно. Он и пришёл ведь спасать. Он и принял это... Точнее, не принял, он стал. Принял неправильное слово сказал. Он стал человеком. Именно стал человеком. И прожил, как человек, определённую жизнь. 33 года. И вот Христос, человек, есть то связующее звено, тот посредник между человечеством и Богом. Это новый Адам. Новый Адам, который возвращает утраченную первым Адамом живую связь с Богом. – Сыновство. – Религию, да, сыновство. Восстанавливает связь с Богом. И вот Пётр, возгоревшийся... Мы знаем о Петре же... – Жаждущий этого сыновства. – Он такой легко воспламеняющийся, он импульсивный человек, страстный человек. Он... Господи, я хочу к Тебе так же, как вот Ты. Можно, да? Сделай так, чтобы я пошёл. Видишь, он не сразу кинулся. Он всё-таки попросил Иисуса, чтобы он помог ему в этом. Понимаешь, что он не просто встал на зеркальную вот эту поверхность. – Благословился. – Да, благословился, как мы говорим, да. И пошёл. И пошёл. А ведь это ночь. Это ветер, буря, волны вздымливаются. И что ему пришло на ум? Как это? Это я иду. – Что это я такое делаю? – Да. Сначала он разгорелся, а потом как бы... – Спохватился. – Спохватился. Усомнился, что такое, возможно ли такое. И тут же он стал тонуть. То есть Господь его не удерживал сам, вот как бы, видя, а он дал ему такую возможность, кинетику, потенцию дал. Но дальше сам. А сам он растерялся. Он усомнился, и он тут же стал тонуть. И первое, что он закричал – «Господи, спаси меня!» И вот нам, братья и сёстры, наверное, тоже эти слова надо, как говорится, запомнить. Когда мы начинаем погибать, когда мы ощущаем, что тонем, первое, что мы должны возопить ко Господу. – А мы часто ощущаем, что тонем. – Господи, спаси меня! К сожалению, вот я сталкиваюсь иногда с такими проблемами, когда человек погибает, он даже вообще забывает всё. Он и «Господи, помилуй» не спевает сказать. Говорит, я знал слова псалтерии, я и на память знал, и не мог вспомнить даже, как начинаются «живы в помощи». – Ну, здесь, наверное, ещё вот опять-таки, это натура Петра, его боголюбие, что ли, в этом проявилось, его смирение в этом проявилось. То, что он сразу так вспомнил, потому что это, правда, нелегко. Когда тебя завязывает в узел начать молиться, это подвиг смирения в какой-то степени. Он неоднократно это потом и подтверждал, и когда отрекался трижды, потом со слезами возвращался, и когда в Риме начинали уже по воскресенье Христове преследовать христиан, он вроде бы как бы дёрнулся убежать, но Господь ему навстречу вышел со словами «Камя градеши, Пётр, то есть куда же ты хочешь уйти-то от меня?» Он возвращался, да. И здесь, ну, это плод человеческий, немощь человеческая, она и проявляется, если не обратиться к Богу, не взять его себе в источник всех своих свершений, то, конечно, человек утонет, пять секунд утонет. И вот, если уж подвести итог к сегодняшнему вот этому нашему разговору, вот это не бойтесь, и некий упрёк Иисуса Христа почему-то усомнился. Он для нас с вами сегодня актуален, потому что современная наша ситуация, иногда слышишь, что православие и вообще христианство, оно как бы отжило. Сейчас должны появляться новые религии с новыми какими-то задачами, нео-появляются какие-то верования, нео-учения новые, и христианство вроде бы уже не нужно. Вот здесь нам с вами надо понять, что ведь цель пришествия Христа тогда было дать человеку возможность себя изменить для вхождения в Царство Божие. Здесь человека ничего не ждёт хорошего на земле. И чаще всего он будет пугаться то, что с ним происходит. И вот это «не бойся», слышное от Бога, для нас очень важно, чтобы мы могли побороть свой страх. Как тогда было важно, так и сейчас. Так и сейчас. Спасибо вам, батюшка. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Звоните, как прежде, по телефону 8 904-390-3531. А сейчас до свидания. До следующей субботы. Храни вас Господь и Матерь Божия во всех путях ваших. Храни вас Господь и Матерь Божия во всех путях.